Всем привет! Среди самых распространенных проблем, по которым обращаются люди, это запах из стиральной машины. Вторая проблема явно это плесень, которая появляется. И третья проблема это грязь, которая находится внутри самого бака. Здесь у нас патрубок отевается. У присостата работает просто, там стоит мембрана, на которую давит воздух. Все приготовили. У нас такой мощный фрец, хлопок, четвертый режим. Оставляем температуру на максимум 90 градусов и нажимаем пуск. Все, воды у нас достаточно набралось. Теперь потихонечку давим наш фрец, прям потихонечку. И ждем пока клапан подачи воды у нас выключится. Все, клапан отключился, стирка у нас пошла. Сейчас мы ждем пока цикл стирки дойдет до конца. Нужно, чтобы стиральная машина обильно нагрела воду, максимально возможно. Соответственно у нас выйдет грязь, у нас почистится тент от накипи, но у нас не уйдет плесень. Поэтому сначала мы чистим грязь, а потом уже другими со складами мы с вами будем чистить плесень. Сколько грязи плавает, это все попадает в белье, когда оно стирается. Все, сейчас мы начинаем сливать воду. Вот водичка пошла. Стал промежуточный важный этап. Открываем. Нужно будет смыть хорошо водой с селуминовой крестовины воду с лимонной кислотой, чтобы все это дело не вступило в реакцию. Поэтому нужно хорошо прополоскать. Видите, сколько здесь осталось, столько грязи. Не считая того, сколько еще внизу и сколько все у вас слилось. Обычно мы еще берем щеточку, потому что иногда бывает настолько грязно, что в первый раз даже не помогает. Мы проходим щеткой и повторяем щетку, чтобы все хорошо вымолчено. В самой манжете, если посмотреть, тут тоже грязи очень много. Поэтому туда мы сейчас тоже еще залезем. Щеточкой все потрем. Ох, слушай, она прямо, смотри, как лазит. Ох, сколько всего. Так, немножко почистим здесь. Вот мы видим, что пока на горячую, уже начинает много чего от манжет отходить. Потом, насколько возможно, мы это сейчас все дело чистим. Кстати, мы даже проведем опрос в телеграм-канале. Считаете ли вы, что можно чистить стиральную машину с лимонной кислотой или нет? Ссылочку, если что, оставлю в описании. Сделаю небольшую вставочку о том, как можно поднять уровень воды, не используя шприц, который мы подключали к пресостату. На примере этой стиральной машины. Выбираем также хлопок. Выставляем температуру в 90 градусов. 95 здесь. Где есть 95, там 95. Нажимаем пуск. Закрываем. Пуск. Все, сейчас ждем, пока она наберется. И потом будем добавлять воду. Машинка уже набрала воды в своем режиме. Теперь можно взять какую-то емкость. Просто через лоток мы доливаем воды. Чтобы в нашем случае было побыстрее, мы просто сейчас прям со шланга нальем. У некоторых, кстати, есть душевые лейки. С них тоже можно наливать. Мы так у клиентов бывает делаем, когда в этом есть необходимость. Но имейте в виду, если мы нальем воды слишком много, может сработать система перелива, и машинка сольет воду. Сейчас вот мы будем наливать, чтобы вы посмотрели на LG во всяком случае, до какого уровня можно набрать воды и когда сработает ошибка. Еще важный момент. Воды нужно набирать именно даже не до середины, а ниже. Потому что в середине бака есть сальник, чтобы вода не поднялась на уровень этого сальника. Потому что если сальник старенький, может пропустить воду. Так, смотрите, LG набрала очень много воды, не выходит в ошибку. А вот все, вот этот уровень, сейчас на паузу поставил, это максимальный. То есть, ну, можно чуть-чуть ниже, буквально там на сантиметр сделать, чтобы на всякий случай она вместе с лимонной кислотой это все не слила. Сейчас мы слышим, насос включился. Сейчас воду перекроем. И все, машинка вот сливает воду. Фулин, прям уходит. Но LG набрала воды много. Некоторые машинки могут начать сливать намного раньше. Поэтому вы можете поэкспериментировать. Просто посмотреть, наливать воды. Пока она не сольет, ничего страшного в этом не будет, не бойтесь. Потом себе меточку поставить, как-нибудь аккуратно, может быть, маркером, который потом сотрется, докуда машинка набрала воды. И просто где-то на сантиметр ниже этого уровня уже набрать, развести лимонную кислоту и уже залить. Следующий этап, который мы начинаем, это борьба с плесеной. Жим сейчас быстрой стирки. Температуру выбираем в 40 градусов. Нажимаем «пуск». Итак, вода у нас набирается. Теперь мы берем обычную белизну, вливаем вместе с водой. Мы набрали воды. У нас достаточно много. 2 литра у нас здесь белизны. Теперь мы немножечко ее нагреем и просто выключаем, чтобы до следующего дня она у нас постояла. Прошла у нас ночь, машинка постояла. Уже, если приглядеться, еще пока машинка с водой стоит, уже, если приглядеться, манжета стала намного чище. Даже видно границу, где стояла вода. И кто помнит, здесь очень все было грязное, черное, плесень. И заглянем еще внутрь, чтобы посмотреть. Здесь тоже было у нас чернотища просто. Если чуть выше заглянуть, вот где воды не было, там еще у нас есть остатки плесени. Как мы с этим будем бороться? Теперь мы берем следующее средство. Берем вот такой вот гель, именно вот этот вот 3 в 1. Из-за того, что этот гель, он хорошо остается на стенках. И теперь кисточкой, то есть гель наливаем и кисточкой внутри его обильно растираем, чтобы он у нас попал на стенки. Манжеты сверху, снизу, сбоку, везде. Все, смазали гелем. Эту процедуру порой нужно повторить 2 или 3 раза, иногда можно чуть больше. То есть через каждые пару часов можно еще раз проходить гелем. И тогда от плесени уже остается фактически ничего. Конечный результат еще вставлю в видео. Вы сможете наглядно посмотреть, насколько все стало чисто. Ну и, как помните, вначале была просто ужасная картина. И с помощью средств, которые в принципе подручных и недорогих, можно сделать так, что машинка будет чистой и манжета становится практически как новая. На этом наше видео подходит к завершению. Если вам нужна помощь в подборе бытовой техники или электроники, как всегда, обращайтесь в личку, информация под этим видео. И, кстати, если вы собираетесь покупать новую стиральную машину, мы провели опрос в нашем телеграм-канале о том, какая стиральная машина самая популярная. Если вам интересно посмотреть, ссылочку также оставлю под этим видео. На этом все. Желаю всем хорошего настроения, успехов и до скорых встреч!